Наш увлажнитель новый, вот такой. Девочки, вчера снимала же видео в машине, где я пила кофе, да, ну этот, я так, я не знаю, мне так укачало, так отравилось, мне так плохо было, что даже не могла ребенком заниматься, ужас, руки ничего не двинулась. Мне кажется, не так. Мне смешанная кожа, ну, должен пригодиться, потому что, ну, если не будет аллергии, то, соответственно, соответственно, я ей буду пользоваться, тем более, что 20, а, нет, 24 часа, я думала, этот, 24+, так, еще не открывала, пока она все запечатана, 10% что-то тут, так, 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 господи, не вылазит. Лучший очищающий продукт, который я пользовалась. Вот такая вот маленькая баночка, зачем такой большой упаковке, тяжелая, убить можно этой банкой, так, вот. Три натуральные глины плюс уголь, мне что, очень важно, что здесь уголь в составе, то есть просто, если бы была, если просто была бы одна там, один вид глины, то неинтересно. Три глины, а какие глины? Есть, смотрите, есть с эвкалитной, есть с углем и красные водоросли. Надо все попробовать, с эвкалитной, конечно, будет так, это, с красными водорослями классно попробовали. Где же я такого найти, потому что я ее не видела. Каолин, глина насыщенная силикатами, эффективно поглощает загрязнение и борется с жирным блеском. Гасул, глина богата микроэлементами, возвращает свежий, здоровый цвет лица. Монт Морилонит, глина, в который входят полезные минералы, целенаправленно борются с несовершенствами кожи. Так, вот так вот. Вот это я хотела. Так, ну и... Крема от Лореали я не пользовалась, скажу честно. Очень некомфортно. Ой! Крем, в общем-то, я хотела. Эту я вообще хотела. Спасибо, когда мужчина замечает, что ты хочешь. Это приятно очень. У нас, кстати, с ним очень много обид у меня на него и скандалов, потому что он нихера ничего не помнит, что мне нужно, что я хочу. Та-дам! Следующий подарок. Это вот такие тени. Он тоже знал, что я их хочу, потому что я их крутила-вертела. Мне дает, наверное, всю прелесть. Мне очень нравятся. Они такие шипровые, такие блестят. Ну, в общем... Еще я их тоже не открывала. Еще не открывала я их. Вот она, красота вся. Кисточка. Муж говорил, что кисточки, наверное, там нет. Говорит, а есть. Там просто она запрятана. Такая хорошая кисточка, скажу. Ну, тени сколько стоят у нас? Они стоят. Ну, цена везде одинаковая же. Сетевой магазин 1000 рублей, то есть, по-моему, за 900. Вот. Я не буду, наверное, с его чуть-чуть делать. Надеюсь, на что может один взять. Потому что... Белый хочу. Потому что... Замечательно. Замечательная пигментация. Ну, потому что я в ближайшее время не собираюсь ими пользоваться. У меня маленький ребенок, у меня не до покраски. А скоро идти на свадьбу. Самый раз. Теперь мы их попробуем растереть. Смотрите, как они блестят. Не видно, не передает камера. Ну, беспонтовая. Хочу зарабатывать и зарабатывать. На аппаратуру называется. Как-то они вот все залиты прям сплошную. И пластик, конечно. Это как-то не очень приятно. Ну, как есть, так есть. Мне понравились оттенки. Нежные все. Такие. Очень приятно. Вот как и сама упаковка. Вот это вообще он с блестками. Такой черный с блестками. Это вообще жесть. Это вообще бомба. Погляньте. Посмотрите, как на вечерний макияж будет здорово. Такие вот погремушки нам подарили. Вот с трех месяцев написано. Ну, это здесь прорезыватель. Они такие, не гнутся практически. Такие твердые. Нормальные ли это будут? Ну, вот. Стилар сделан в России. В общем, какая-то фирма. Так. И вот такая вот тоже вот интересная. Мне это тоже как-то больше понравилось. Веселый молоточек. Вот она. Сейчас надо это все помыть. Не знаю, мне кажется, нашему дитю понравится. Прикольно. Так вот эти вот твердые. Пока мы убить по нему, что ли. Так, пойдем мыть. Серьезно, ну, в смысле, первый раз я вообще его купила. Тут, видите, написано для детских принадлежностей. Можно, то есть, детские принадлежности. Вот. Корея там что-то, что-то написано. В общем, сейчас я их паточку помыла. Такие памперсы закончились. Мне они не понравились. Не знаю. Не очень. Вот так они выглядят. Мне не понравились. Какая-то... Потом они очень парфюмированы, очень пахнут, воняют. Вот, быстрее, что там внутри. Так. Закончила я вот сегодня, последний день, дала бифи-формбэйби. Видите, пишу с первых дней жизни. Не менее 10 доз, но у меня получился сегодня, по-моему, 12-й день. То есть, как бы на 10 дней. У меня почему-то, вот, на 12-й день у меня прошло. Значит, их нельзя держать открытыми, ну, то есть, растворенными. Больше 14 дней в холодильнике. Все делает, держится. Ну, все. Ну, это выглядит вот так вот. Упаковка. Вообще, не увидела никакого результата. Облегчение. В коликах. В общем, там пипеточка. В отличие от Real Life, здесь удобно, что здесь пипетка в рот. Что капать не надо. Там такая черточка на пипетке. Вот эти черточки вы набираете. Но все равно набирать тяжело. А это была изначальная крышка. Вот видите, отсюда высыпался порошочек, растворялся в маслице. И это все взбалтываешь. Ну, так долго, да. Потом одеваешь там эту пипетку. И уже можно ее не убирать. Что я и сделала? Все это все буду выкидывать. Не знаю. Жесть. Сейчас вот начался третий месяц, да. Получается, начинается. Ну, всего там такое. Она у нас начинается. Она даже еще хуже. Еще хуже малыш. Белоксивей стал. Старше стал. Вроде видно, что как бы, ну, поумнее. Но от этого он еще стал больше манипулировать. Тяжко. Не знаю. Буду пробовать давать укропную водичку. То есть не просто сам укроп. Сама укроп. А вот именно то, что она продается. Как. Купили же вот в аптеке, да. Я показала. Будем пробовать. Посмотреть. Очень такой странный вот этот препарат. Такие очень ядерные, здоровые капли у него. Буквально недавно вот купили, а уже вот полбутылки нет. Потому что очень выливается. Много. И он очень часто его срыгивает, кстати. Я что хотела сказать. Не знаю, почему на ютюбе его так хвалят. Хотя у него в миллиграммах меньше, чем в Успомизане. Успомизан. Успомизан называется. Успомизан. Получается из семитиконов, из спомизан. Будет здоров, сыночек. Сапсимплекс и вот бабочек. Сапсимплекс вообще там на втором месте. В Успомизане 90 с чем-то, по-моему. Семитиконов. Почему тогда все тащатся от бабочек? Вот я не пойму. Напишите, пожалуйста. Вот многие говорят, что нам помог он, нам помог он. Может потому, что это самоунушение. Может потому, что просто колики стали проходить. Может потому, что стали покупать там на третьем месяце. Или после третьего месяца его жизни малыша. Может поэтому. Но почему он должен помочь, когда в Успомизане больше концентрация семитикона. Девочки, я ничего не поняла. Короче. И он, кстати, жидкий. Более жижий, чем сапсимплекс и спомизан. Вообще спомизан приятнее тем, что он бананный вкус. А в сапсимплексе и бабочки, валиновые, дети от них кривятся. Сладко слишком. Такой новый комбинезончик купила. Такой марки, светлый, рыбки, не знаю, в общем, подводные. Ну естественно, каких слипек, да, называют. Фирма Лео делает Россия. Еще резинку себе взяла. Быстро-быстро забежала в магазин. Не могу найти. Пеленки 60 на 60 одноразовые. Две упаковки. Поскольку здесь 10 штук, в общем, 20. Потом какие-то новые подгузники попробуем. Ой. 14 штук здесь. Мы попробуем. Ну и вот эти мы тоже покупаем. Ну, три штуки. Самые наши популярные. Они, кстати, неплохие подгузники. Единственное, что индикатора нет. Почему-то в двоечке было, а в троечке индикатора нет. Но это ничего страшного, Ваня. А эти не пробовала еще. Так, сыр российский. Хлеб, батон. Это ты что, с машины взял? Нет. Стекол, зеркал. Е, комната какая-то. Что, еще корм? Вискос. Светтахол, светтахол. Сегодня хорошая погода такая. Зашла, купила мыло в магазин. Ну, забежала. Зетем, блин, невозможно, он там сразу плачет. Ну, ему не нравится. Конечно, замотаны, закутаны. Да еще сегодня тепло так было. Плюс пять. А он зимний, получается, в комбинезоне. Ему зима жарко было. Сразу купила несколько мыл разных. Потому что, на всякий случай, носки взяла себе. Такие они тепленькие. Вот. У бабушки торговала на улице, взяла варенье малиновое. Но она говорит, что она его не варила. Поэтому, я не знаю, сейчас муж придет, скажет, что делать. Так, что у нас ты принес? Пятерочка, да, это? Да. Что нам папа принес? Вешенки. Это на картошку? Так у вас же дома такие растут. Ну да, но сейчас не на сколько будет. А когда будет? Ну, мужу так неинтересно покупать, когда дома растут. Ну, согласен. Я тоже, было жалко, что руки кладут. Так, две эти картошки. Но картошка всегда нужна. Так, голень с пленкой на. А, что-то я куда-то делся. И, 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 и. Бедро от цыпленка. Ну, это все на зажарку, суп, бульон. Так, какие-то нам купил опять от этой фирмы. Детские влажные солдатки. Две пачки, да? Ноль плюс. Под памперс косят, вижу на упаковочках. И этот, я не знаю, сколько здесь штук? Семьдесят две штуки. Две. И это яблоки, да? Все, больше ничего там. Нет, это не грудинки, ничего такого. Когда покупать. Так, с магазина дочки-сыночки. Значит, мужа попросила привезти. Три-дин. Пронести то, что мне нужно было. Мне, знаете, понравились такие вот штучки. Я их не каждый день же кидаю, а так вот периодически. Особенно, если какие-то высыпания есть, то пипец просто. Так, Брюс, угомонись. Так, травяные сборы для детских ванн. Нежная кожа. Всего три штучки здесь. Большие пакетики. Очень консцентрированные. Я там завариваю маленькие кастрюльки. Потом, может, покажу. 15 минут. То есть, она мгновенно там уже готова. Так, то есть, череда ромашка-календула. Очень хороший состав. Очень хороший состав. И вторую. Вторую он мне принес. Сладкий сон. Брюс. Брюс. Чи-чи-чи. Все. И вторую. Это череда Мелисса. Пусферник Валериана. Хороший такой состав. Попробуем ее в ближайшее время. Именно вот это. Мне нравится, что здесь валерьянка с пустыреньком. Соль еще ни разу я ему не кидала. Но я видела на ютубе, что девочки кидают. Я выбрала с чередой. Внимания коту, понимаете, очень мало. Видите, как он развивается. Я его практически не трогаю. У меня не до него. Потому что, малыш, внимания больше. Я вообще не знаю, как там вот. Значит, бывает соль. Ой, я не вижу ничего. В общем, с ромашкой там. Спих-то я видела. Ой, мы брали такую. Так. Очень небюджетно стоит. В дочках и сыночках вот этот отвар. Здравландия. Но тоже он классный. Я вот два колпачка. И надо даже два с половиной. Выливаю. Опять же, в ванночку. С маслом эвкалипта. Натуральный комплекс. Этот мы еще не покупали ни разу. Значит, у нас здесь в составе вода очищенная с сенами сербра. Эвкалипт. Можжевельник. Экстракт березы. Масло эвкалипта. Потому что тот был экстракт эвкалипта. Короче, здесь сен-эвкалипт. Много эвкалипта. Далее. Вторая. Почему так много сразу, чтобы 10 раз. Я так не доезжаю до этих магазинов. Получается, чтобы мужа в 10 раз не просить. И не заказываю, получается, через интернет. И вот чтобы уже стояло. Сонные травы у нас уже были. Просто выбора другого нет. Дальше идут монотонно. То есть там череда. У них там продается ромашка. И там пихта. А я такие хвойные, по-моему. Одна компонентная. Мне не очень хочется. Мне хочется смешанные. Вот такие. Вообще я хочу какой-то здоровый желудок. Или как он называется. Но у нас его нет в магазине. Этот я... Почему такая? Так. Еще нам мама мужа. Ой. Будь здоров, сынок. Сынок, сынок. Сынок. Подарила, значит, baby art. Будем слепкие ножки и ручки делать. Это с магазина малыш. Стоит вот столько у нас. Полторы тысячи, в общем. Это потом будем смотреть. Я вам покажу. На русском есть что-нибудь интересное? Сю-сю-сю-сю-сю-сю-сю. Русский. С помощью подарочного брюска. Подарочного набора. Вы навсегда сохраните слепкие ручки или ножки в вашем магазине. Дочки-сюночки у нас получился 729 рублей. Это без... Без baby art. Так. Блины. Масленица, 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 масленица. Ничего не видать. Пошли танцевать. Спрашивают, как я успеваю, что я делаю. Закончилась приправа к курице. Все очень просто. Во-первых, естественно, я каждый день не успеваю готовить. Бывает такое, потому что у нас, малыш, бывает такое закат, и все хоть падает. Все очень просто. Эти блюда и для гостей, как говорится. И сами так же мы и готовим. Картошка, яблоки. Мы просто любим. Ну, я люблю очень. Хочу бананы. Бананов сейчас нет, потому что я пока не уверена. Можно ли есть бананы. Хочу, 3 месяца пройдет. Либо я себе не сорвусь, конечно. Прошу купить, пока не было такого момента. Но запеченные бананы я ела. Пожалуйста, вот. Здесь обваляла картошку. Вот она вся в соли и масле. Также потом и добавила специи. Вот, например, для шашлыка. Стандартные специи. Вот. Обваляла. Все, что вот там есть дома. Там вот просила мужа, купите карачка. Вот, у него не было карачков в магазине в пятерочке. Он принес вот ножки. Там. И еще он не размораживается. Все. Нужно так, чтобы еда была. Потому что кормящей маме голодать тоже нельзя. Ну, и мужа надо тоже кормить. Вот. Мандарины лежат. Не знаю. Все. И вот так вот. И в духовку. И все. Я пошла. Сейчас малыш спит. Я пытаюсь это очень быстро-быстро сделать. Вот так как-то. Вот такая красота у меня получается. Много. Вот. Так много я еще ни разу не делала. Уже знаете, уже все. Лишь бы, чтобы было пожрать, да. Мужчинам мясо надо. Они же любят мясо. Я вот боюсь, что когда сейчас сок, да, с курицей. Вот я ее как могла разморозила в микроволновой печи. Что пойдет сок, и он еще все вытекает. Будем надеяться, что не затопим мы тут все на свете. Субтитры сделал DimaTorzok.